«Проповедовать Евангелие, когда и когда неудобно. Андрей и его друг слышали, как Иоанн свидетельствовал о том, что Иисус есть Христос, посланный Богом для спасения мира, и они сразу же последовали за Христом, чтобы стать его учениками. Андрей и его друг слышали, как Иоанн свидетельствовал о том, что Иисус есть Христос, посланный Богом для спасения мира, и они сразу же последовали за Христом, чтобы стать его учениками». Позже Андрей пригласил своего брата Симона Петра на встречу с Иисусом. Писание сообщает об этом один из двух, кто слышал, как говорил Иоанн, и следовал за ним. Был Андрей, брат Симона Петра. Сначала он нашел своего брата Симона и сказал ему, «Мы кормим Мессию», что в переводе означает «Христос». И привел его к Иисусу ин. 1, 40, 42, между тем, на следующий день, Иисус также нашел Филиппа и сделал его своим учеником. Однако Филипп также повернулся и пригласил Нафанайла присоединиться к своему новому начальнику. Приглашения продолжались, и все больше людей присоединились к Иисусу, чтобы стать его учениками. Чем больше людей чтили приглашения Иисуса, тем больше они становились Божьими детьми. Однако по мере того, как Царство Божье становилось населенным по приглашениям Иисуса. Царство Сатаны становилось в то же самое время густонаселенным. Приглашения продолжаются и сегодня. Урок «Хорошо проповедовать Евангелие Иисуса всем людям». Не все могут одинаково реагировать на наше приглашение, и поезд спасения не может выбрать всех одновременно. Но тенденция обязательно будет усиливаться. Чем больше мы будем рассылать приглашений людям, тем больше у нас будет возможностей поймать больше людей для Царства Божьего. Следовательно, верующие должны отважиться проповедовать Евангелие Христа всем людям, без исключения. Однако мы не должны отчаиваться, если не видим быстрой очереди. Результаты наших действий могут быть или не быть видимы на земле, но они видны на небе. В то же время некоторые люди могут слушать Евангелие сейчас и обращаться в веру позже. Ни один христианин не должен ждать удобного времени для проповеди Евангелия. И никто не должен ждать одобрения людей, прежде чем они выполнят Божьи задачи. Все христиане должны вовлекать неверующих в диалог, который может открыть их разум для Евангелия. Нам не нужна никакая особая площадка для проповеди Евангелия. Мы должны стремиться хотя бы к тому, чтобы протянуть руку помощи одной душе. В одно и то же время. У нас есть друзья, соседи, одноклассники и коллеги, к которым мы можем обратиться с Евангелием. Поэтому нет оправдания, не способности проповедовать Евангелие. Бог благословит своих послушных детей, но он будет хмуриться на людей, которые не могут донести его весть о спасении до других. Молитва, дорога Иисус Христос, я готов проповедовать твое Евангелие. Я больше не буду тянуть время, теперь я полон решимости, как никогда прежде. Я буду проповедовать твою благую весть моим друзьям, семье, соседям. Одноклассникам и коллегам по работе. На самом деле, я буду использовать каждую возможность проповедовать твое Евангелие. А пока прошу тебя, пожалуйста, дай мне благодать и все, что может понадобиться, чтобы быть твоим плодородным и верным детем. Даруй мне через твоего Святого Духа процветание для твоего Царства во все дни моей жизни. Ибо во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.